Семья Кати Боглу, чьи корни уходят корнями во дворец, испытывает трудности в финансовом отношении. Ата Кати Боглу по прозвищу Сарайлы Бей, унаследовавший ювелирную профессию от своих предков, вынужден выставить на продажу особняк, в котором семья проживает уже два столетия. Его жена Юфтади и дочь Фериди, которые вот-вот потеряют свой статус, очень недовольны такой ситуацией. На особняк появляется неожиданный и удивительный покупатель. Молодая, красивая и миллионерша Айшен, которая никогда в жизни не видела ничего другого, кроме дома с виноградником в Кайсере, поселяется в особняке как сегодняшний придворный. Хотя все будут шокированы, когда Ялин таким образом перейдет из рук в руки, жизнь каждого изменится с Айшен. Великая любовь Ата и Асумана выходит на поверхность из скрытого прошлого. Конфронтация Айшен с фактами влияет на ее отношения с Атой. Пока Ата пытается объясниться с Айшен, он также беспокоится о Фериди. Фериди сошла с ума от решения Атифа о разводе. Узнав, что Саваш запустит сериал «Ностальгия», Неслихан превращает эту ситуацию в возможность и сообщает эту новость Айшен. Айшен в очередной раз был ранен Савашем. Айшен и Саваш снова лицом к лицу. Пока Юфтади сталкивается с фактами, с которыми сталкивается между строк, его боль усиливается еще больше из-за крика Фериди о помощи. Юфтади, прибежавший на крик Фериди о помощи при поддержке Фатиха, полон решимости не выпускать Фериди из поля зрения, когда дневники попадают в руки Юфтади. Напряжение между Юфтади и Атой нарастает. Сурея устала от того, что ее трясет от любви к Фатиху, и пытается встать. Неслихан тщательно выполняет свой план мести, ему удается найти себе место в компании Айшена, и Айшен снова выступает против Саваша за Ату. На этот раз действия Саваша будут жесткими, Саваш поражает Айшен из места, которого он никогда не ожидал. Пока Саваш пытается силой своего гнева избавиться от любовных руин, созданных Айшаном, он оставляет Айшен и Ату наедине с последствиями, которые необходимо принять. Тяжелые дни для Кати Пуглу. Заявление Атифа о том, что Фериди беременна, приводит Ату и Фериди к опасному решению. Решение Фериди вызывает в семье Кати Пуглу разные голоса. В то время как решение Фериди уйти из дома вбивает клин между Атой и Юфтади, Фериди тянет к жизни, которую она никогда не знала и никогда не знала. Несмотря на признание Саваса «Я люблю тебя», Айшен застряла между своим разумом и сердцем, потому что она думает. Ее используют. В этот момент Саваш начинает расплачиваться за свои ошибки, когда влюбляется в Айшен. Несмотря на то, что Айшен хочет верить в Саваша, она не может этого сделать. Побег Суреи из больницы потрясает особня Катамана. Эта новость, которая объединяет Саваса и Фатиха, вернет двух старых друзей в былые времена. В то время как Ата борется с дискомфортом, связанным с невозможностью сохранить свою семью, он становится более напряженным из-за давления со стороны окружающих и начинает сдаваться. Подвергнуть сомнению его отцовства, Ата Катипуглу вступает на путь, конца которого он не видит. Но Ата не единственный человек, который вступает на путь, которому не видно конца. Воды не успокаиваются, любовь Айшен и Саваша переживает большое испытание. Хотя доверие Айшена к Савашу снижается с каждым днем, Саваш полон решимости не отказываться от Айшена. Не в силах пережить поражение и унижение перед лицом Айшен, Неслихан клянется отомстить. Для Неслихана это уже не просто битва за месть Савашу, а за спасение своей сломленной гордости. Неслихан появится перед Айшаном и Савашем из того места, о котором они никогда бы не догадались, и поразит их из того места, о котором они никогда бы не догадались. Кризисы Суреи продолжаются приступами, и она борется с мечтой Фатиха в больнице, где ее госпитализация является единственным решением. Дружба Фатиха и Саваша, разрывающаяся между Суреей с одной стороны и Айшен с другой, также подвергается испытанию. Атиф снова принимает меры, узнав о беременности Фериде. Потерпев неудачу, Атифу остается сделать всего один шаг. Переезд Атифа снова сведет Ату и его семью лицом к лицу. Ни Катипуглу, ни Атаманам дела до сих пор не идут. Любовь Айшен и Саваша переживает большое испытание. Хотя доверие Айшена к Савашу снижается с каждым днем, Саваш полон решимости не отказываться от Айшена. Не в силах пережить поражение и унижение перед лицом Айшен, Неслихан клянется отомстить. Для Неслихана это уже не просто битва за месть Савашу, а за спасение своей сломленной гордости. Неслихан появится перед Айшаном и Савашем из того места, о котором они никогда бы не догадались, и паразит их из того места, о котором они никогда бы не догадались. Кризисы Суреи продолжаются приступами, и она борется с мечтой Фатиха в больнице, где ее госпитализация является единственным решением. Дружба Фатиха и Саваша, разрывающаяся между Суреей с одной стороны и Айшен с другой, также подвергается испытанию. Атиф снова принимает меры, узнав о беременности Фериде. Потерпев неудачу, Атифу остается сделать всего один шаг. Переезд Атифа снова сведет Ату и его семью лицом к лицу. Ни кати пуглу, ни атаманам дела до сих пор не идут. Удивительное решение Аты, благонамеренное предложение Айшен расстраивает Ату. Айшен непреднамеренно отталкивает Ату от себя. В то время как Саваш планирует свои новые действия, с комфортом производя впечатление на Айшен, он сам того не подозревая начинает поддаваться обаянию Айшен. Хотя Атиф расплачивается за свое предательство, он понимает, что его единственный выход – это Фериде. Он предпринимает действия, чтобы вернуть Фериде. В тот момент, когда Фатих может взглянуть в лицо своей реальности, он находит в себе силы открыто поговорить со своей старшей сестрой Салихой. Сурея, которая думает, что Фатих с каждым днем отдаляется от нее все дальше и еще больше теряет контроль. Его финансовое затруднительное положение ставит Ату на грань принятия важного решения. Это решение оказало большое влияние как на Катипуглу, так и на Атаманов. Айшен же не знает, с чем ей придется столкнуться в результате своего смелого шага – предательство Аты. Когда Ата осознает ловушку, которую устроил для него Саваш, и противостоит Савашу, он сталкивается с другой правдой, которая глубоко потрясет семью Катипуглу и узнает, что Атыф украл чертежи. Фериде достается большая часть этого предательства. В то время как Айшен со всей своей искренностью и наивностью пытается исправить ошибки, она сама того не ведая затягивает и себя, и Ату в великий тупик. Любовь Суреи к Фатиху углубляется день ото дня и достигает неконтролируемой точки. Пока Фатих разбирается с Суреей, он понимает, что пришло время взглянуть в лицо своей правде. Жизнь больше не будет прежней для Фатиха, который не стоит между Катипуглу, Атаманом и двумя семьями. Тяжелые дни Аты. Когда Саваш признается в любви к Айшен, несмотря на всех и вся, во время празднования 20-летия Атаманов, баланс Атамана и Катипугуллары, особенно Аты и Реззана, переворачивается с ног на голову. Неслихан, получивший от этого одну из самых больших акций, не может вынести такого унижения. Однако благодаря сотрудничеству Реззана он немного успокаивается. Ловушка, которую Саваш давно спланировал и расставил для Аты Катипуглу, увенчалась успехом, и эта ловушка, в которой Айшен по незнанию была орудием, открыла двери на путь, который должен был привести к уничтожению Аты. Для Аты Катипуглу начались самые тяжелые дни в жизни. Тайна, которую раскрывает Невбахар, расстраивает Айшен. Великий апокалипсис наступает, когда при содействии Реззана и Неслихан в журнале публикуют.